Дорога к храму. Так называется православный велопробег, который проводится в Ленинградском районе в четвертый раз. Форма одежды спортивная, хотя задуманная акция предусматривает посещение храмов, где, как известно, действует дресс-код. Но в данном случае девчонки ограничились платками. Сегодня они не просто прихожанки, а участницы велопробега по памятным местам Малой Родины. По плану старт от главного храма. Но сначала экскурсия в историю. В прошлом году было 10-13 дня строительства. Храм, как вы сейчас услышали, достаточно молодой. А приход сам, как святительский, он свое берет начало еще от первых усиленцев, казаков. Настоятель Центрального храма Станицы Ленинградской, благочины Уманского округа церквей Николая Чмеленко, рассказал о непростой судьбе православного прихода трех святителей. О разрушенном в 30-е годы красавце храме и построенном 10 лет назад новом. Поддержал инициативу священника Константина Мальцева, который является организатором многих православных и молодежных инициатив в районе. Как водится, за любое доброе дело помолясь. В данном случае о благополучном путешествии в пути. Это уже четвертый молодежный православный велопробег. Дорога к храму сыновей и дочерей Отечества. Участники все желающие. Студенты и школьники. Кто по зову души, кто себя проверить на выносливость. Для того, чтобы проверить, кто сможет доехать, кто не сможет доехать. Меня очень заинтересовало поездить по храмам. Должен поучаствовать каждый, потому что это развивает как и духовные ценности, так же это здоровый образ жизни, что тоже очень важно. И я сама верю в Бога. И я когда узнала об этом, то у меня сразу появилось такое желание поучаствовать. Потому что это привязано к церкви в первую очередь. И это как-то движет. Движет именно. После прошлого велопробега, прошлогодичного, пришло пару человек. То есть это интересно, потому что это ведь такого духовного патриотического плана не единственное мероприятие, которое вообще за год проводится. И в Сочи мы ездили. Ну, разнообразные мероприятия. Потому что многие думают, что православная молодежь, храм, это вот только ты ходишь в храм и в молитве бьешься о пол. А это каждодневный праздник. Это радость, это как минимум такой внутренний рост. Это не какие-то комплексы, это не какие-то переживания. Ты понимаешь, что если ты идешь к Богу, Господь в войне тебя поддержит. Поэтому мы и занимаемся этим нужным делом. А молодежь – это не только молитва, это и спорт, и здоровый образ жизни. Инициатор проекта и организатор акции – священник Константин Мальцев. Настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель молодежного православного центра «Уманский благовест» убежден – не только слово, а в первую очередь дело воспитывает молодежь. Главная цель велопробега – посещение участниками особых памятных мест, памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, а также посещение православных святынь станицы Ленинградской в прошлом Уманской. Во время каждой остановки священник совершал заупокойные службы о воинах. Во время посещения храмов проводил духовные беседы на различные темы. По пути следования путешественники снимали все на собственное видео, чтобы затем сделать очередной увлекательный видеорассказ о своих новых открытиях и достижениях в сети интернет. Стоит отметить, «Уманский благовест» давно и плодотворно сотрудничает с районным комитетом по молодежной политике. Не стал исключением и велопробег. Чтобы оценить масштаб акции, приведем цифры. Семь остановок в трех храмах и на четырех памятниках. 13 километров пути, море позитива и душевная благодать.